Право поднять флаг было предоставлено старшему мичпану запаса Петру Якубишину. В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, кто связал годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, те, кто хоть когда-то имел отношение к морю. Поздравить десногорских моряков пришли почетные гости, руководство города и станции, депутат областной думы и председатель Совета ветеранов города. Уважаемые моряки и ветераны флота, позвольте выразить вам искреннюю признательность и благодарность за доблестную службу и верность долгу. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным. С праздником! Заслуженный военный летчик СССР, генерал-майор авиации Евгений Михайловский поздравил моряков от имени Совета ветеранов города Рославль и вручил памятный подарок председателю Совета ветеранов Десногорска Игорю Журавлёву. Председатель Десногорского морского собрания Александр Терентьев зачитал поздравления от Смоленской региональной общественной организации и вручил грамоты морякам за активную общественную работу по патриотическому воспитанию молодёжи и пропаганде традиций военно-морского флота. На сегодняшний день в Десногорском морском собрании состоят не только ветераны военно-морского флота, но и судостроители, и судоремонтники. Всего 53 человека. Для каждого из них море – это не просто слово. И хотя их плавание уже в прошлом, море навсегда останется в их сердцах. Вспоминается с сожалением. Ухота вернуться снова на север. Конечно, скучаю. Порой даже снится, как будто заново служу. Словами Николая Рубцова можно сказать, в море уходят не радость славы. Труд там до синих жил. В море уходят не просто плавать, в море уходят жить. Этими словами, наверное, все скажут. Все присутствующие минутой молчания почтили память тех, кто погиб, исполняя свой долг, кто так и не сошел на сушу. А затем возложили цветы к памятнику погибшим морякам.